Здравствуйте! Это программа «Один на один». На последнем заседании Краевого парламента центральной темой, конечно же, стал бюджет. Он заслонил всё. И как-то незаслуженно мы, журналисты, упустили из вида тот факт, что депутаты ещё и приняли в первом чтении экологический кодекс Красноярского края. Точнее, правильно, это называется закон об экологической безопасности и охране окружающей среды. Мы поднимали эту тему неоднократно и упускать из внимания не намерены. Уж очень вольготно и огромными безапелляционными шагами идёт по краю индустриализации. Конечно, новой экономики и новый экологический закон. Но вот насколько он актуален и всеобъемлющ? Спросим у одного из участников его принятия, члена Комитета по природным ресурсам и экологии законодательного собрания Края Артёма Черных. Здравствуйте, Артём Астольевич. Рад представить в нашей студии. Прежде чем мы начнём, я беру начало с голосами, потому что наши зрители тоже могут принять участие в программе, ответить на вопрос, который сегодня сформулирован таким образом. Как вы считаете, способны ли современные государства быть эффективным экологом? Если считаете, отправлять сообщение «Остров про Бел-1» на номер 120, если же вы так не полагаете, отправлять сообщение «Остров про Бел-2». Итог голосования подъявим в конце программы. Итак, Артём Астольевич, давайте сначала в понятиях разберёмся, потому что есть так называемый экологический кодекс, есть экологическая концепция, что принимали на последнем заседании. На совершенно актуальной теме, потому что в СМИ больше обсуждается понятие экологический кодекс, который якобы принят у нас на территории Красноярского края. Буквально прошли публичные слушания, на которых обсуждалась, внимание, экологическая концепция Красноярского края, которая подразумевает, что есть основные направления, в рамках которых мы должны выполнять какие-то мероприятия, формировать какие-то программы, принимать какое-то законодательство. Именно после этих публичных слушаний, которые одобрили экологическую концепцию, резолюция была вынесена на обсуждение законодательного собрания депутатским корпусом и единогласно была принята. Поэтому сегодня у нас на территории Красноярского края существует как раз именно экологическая концепция. Но хочу отметить ещё один очень важный факт, что на этом же заседании был принят в первом чтении закон Красноярского края об экологической безопасности и охране окружающей среды. Тоже очень важный документ, потому как он объединяет в себе порядка 10 экологических документов, действующих сегодня на территории Красноярского края, в единый документ и даёт более чёткое восприятие того, что сегодня есть экология в Красноярском крае, на что необходимость, вернее, в рамках каких полномочий работает сегодня Красноярский край. И есть ряд очень важных положений, о которых мы, в принципе, готовы дальше тоже ещё поговорить. То есть концепция – это некое общее направление, оно задаёт направление, а принятый закон – это вот один из инструментов, это то, что мы журналисты называем кодексом, видимо, так, да? Видимо, так, да. Путаница эта произошла. Я, кстати, вот хочу продемонстрировать. Казалось бы, такой небольшой документ – это как раз та самая экологическая концепция, но к нему прилагается пояснительная записка. Вот это уже действительно сам… То есть это основа, основные задачи, цели, мероприятия прописаны, там порядка 200 страниц, очень серьёзный документ, проработанный многими специалистами, там и представители Росприроднадзора, и общественных структур, и представители от бизнеса, кто работает в сфере с обороты отходами, ну и многими другими направлениями, связанными с экологией. Ну, давайте дальше про закон, потому что там уже предмет можно обсуждать. Он сейчас принят в первом чтении, всего два чтения будет, да? То есть вот-вот. Да, у нас два чтения, в первом чтении мы его приняли, и сегодня как раз все имеют возможность как раз внести поправки. Кстати, очень важно, что у нас в Красноярском крае есть возможность на сайте законодательного собрания такое, значит, общественное обсуждение, есть такой раздел, и там представители общественности могут вносить какие-то свои предложения в тот или иной законодательный акт, который в обязательном порядке будет рассмотрен в рамках тех комитетов, которые отвечают за тот или иной вопрос. Поэтому вот те активные граждане, кто считает, что их не слышат, пожалуйста, как бы внимательно отнеситесь к работе в рамках сайта. Что касается закона, хочется отметить, что очень важное, что там отмечено, это что внимание сегодня в рамках экологии уделять нужно не только окружающей среде, но и человеку. Я бы более сказал, я настаивал еще, когда, будучи став депутатом законодательного собрания, это был один из первых вопросов, который я поднимал, что в рамках комитета, что нам акцентировать это внимание на самом деле надо не столько на окружающей среде, то есть на количество выбросов в воздухе, в качестве питьевой воды, а как это впоследствии отражается на здоровье человека. И в этом смысле сегодня вот эти моменты, они как бы в законе учтены. Еще важный момент, что предусмотрены механизмы общественного участия. Да, после последних событий. Да, это очень актуально для Красноярского края, ввиду того, что сегодня у нас знамбил оскомин, но тем не менее, ферросплавный завод. Сейчас вторая тема поднимается, которая политически активизируется, в том числе в связи с выборами в городской совет. Это тема ядерных отходов, в кавычках отходов, значит, для Железногорска и строительства лабораторного корпуса. Подразумевается возможность создания экспертного совета, общественного экспертного совета на уровне Красноярского края, который, предполагается, может делать общественные экспертные заключения по тем или иным проектам, реализуемые на территории края. Также советы, общественные экологические советы, возможности их создания на уровне муниципальных образований, не только, по сути, они должны быть созданы, как раз, чтобы общественность смогла активно на уровне муниципальных обсуждать. Еще один момент – это такие, так называемые, общественные наблюдатели, инспектора, точнее, инспектора, где каждый человек, который сможет изучить закон и в рамках этого закона участвовать в мероприятиях, связанных с общественным контролем, в качестве общественного инспектора. Ну, то есть, закон дает возможность создать такую структуру, скажем так, общественную структуру, ну, а дальше мы сейчас будем обсуждать механизмы, уже, возможно, уточнить, как он должен работать, какой орган будет, ну, что ли, фиксировать вот эти вот предложения от этих инспекторов и каким образом они будут участвовать в работе конкретных предприятий. Это тоже предполагается. То есть, больше общественный контроль, да, добавляется в новую версию закона? Да, вот это одна из таких важных новелл вот этого закона, что общественность получает большую широту полномочий и возможности работать в экологической сфере. А блок санкций как-то прописан? Обновлен ли он по отношению к предприятиям? Новый вид загрязнений, там, новые технологии загрязнений? Ну, на данном этапе многие вопросы, они регулируются федеральным законодательством и особенно в отношении санкций. Но, в принципе, я думаю, это еще, опять же, перспектива дальнейшей работы. Мы сделали основную работу, мы сделали канву и обозначили направление, в котором мы должны двигаться. Кстати, вот, опять же, возвращаясь к нашей концепции, вот она как раз, в чем новизна данного документа, если говорить об этом. Ведь там отражена та ситуация сегодня, которая реально существует в Красноярском крае. И уровень загрязнения, по всем направлениям, и уровень загрязнения воды, и воздуха, и в некотором случае, как бы, состояние, значит, человека в этой части, ну, по заболеваниям, соответственно, там делается. И, исходя из этого, запланированы какие-то конкретные шаги и мероприятия. А сегодня уже министерство занимается тем, что эти мероприятия прописывает. Чтобы у нас появились реальные программы, на основе которых мы могли бы выполнять уже те задачи, которые предусмотрены этой концепцией. Стоит задача по снижению объема выбросов, стоит задача по снижению количества отходов, которые образуются на территории края. Стоит задача по снижению антропогенной нагрузки, то есть на организм человека. Стоит задача, и в результате этой работы увеличение срока жизни, скажем так, да, демографическая проблема. Ну, то есть вот эти моменты, они должны выражены быть в дальнейших, целевых программах, которые формируются в территории Красноярского края. Большая ошибка заключается в том, в работе порой чиновников, там, исполнительных органов власти, что решения принимаются, ну, на основе, скажем, что ли, ну, не скажу это эмоции, а, ну, скажем так, не берется за основу какой-то пласт аналитической информации. Вот тоже очень важная задача, которая сегодня перед нами стоит, собрать воедино целый комплекс информации, связанной с нашим природопользованием. Вот, допустим, если вы обратите внимание, красноярцы могут зайти на сайт Министерства природных ресурсов Красноярского края, и там могут уже увидеть, что появился раздел такой, где они могут в режиме реального времени посмотреть радиационную обстановку на территории края. Значит, в скором времени у нас, по крайней мере, в резолюции нашей записано, что мы будем разрабатывать карту, на которой будут размещены объекты образования отходов. Значит, там же по выбросам есть информация. То есть вот мы должны все это воедино собрать, сформировать видение того, какова ситуация уже в режиме онлайн, постоянно мониторить, и мы тогда сможем за счет наших мероприятий постоянно корректировать наши действия. То есть мы увидим, действительно, есть какие-то изменения, нет. В том числе по состоянию организма человека. Ну, давайте недолго прервемся. Это программа 1.1, и продолжается самосголосование по вопросу, а считаете ли вы, что государство способно быть эффективным экологом? Если считаете, отправлять сообщение «Остров про Бел-1» на номер 1.120, если же вы так не полагаете, отправлять сообщение «Остров про Бел-2». А итоги подведем в конце программы. Пока небольшая пауза. Продолжение следует...